Иисус предупреждает своих учеников о том, что Ему надлежит страдать в последние дни. И вот наступают, собственно, вот эти последние дни перед Его входом в Иерусалим. В 21 главе от Матфея мы читаем. «Когда, пролюдившись к Иерусалиму, и пришли в Ифаге, горе Леонской, тогда Иисус посылает двух учеников, это 21 глава, начиная с 1 стиха. Сейчас найдете ослицу, привязанную ослинку к ней отвяжите и приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, вы ответите, что они нужны Господу, и тотчас пошлет их. Произошло это, чтобы исполнилось сказанное через пророка. Скажите дочери Сиона, вот царь твой придет к тебе, кроткий, воссевший на ослицу и на ослинка». И мы знаем это место, народ выходит, говорит сыну Давидова Ассана, грядущий во имя Господня, Ассанна Вышних. И когда он входит в Иерусалим, весь город пришел в движение, говорили, кто это? Народ заговорил, это пророк Иисус из Назарета Галилейского. Ну что ж, Иисус приходит в Иерусалим, сложно сказать за кого его почитали. Кто-то из народа говорил, что это пророк, кто-то говорил, что это больше пророка, кто-то подобно Петру, ты Христос, сын Бога Живого. Важно отметить, что в это время в Иерусалиме были свойственны, то что называется, мессианскими ожиданиями. Огромное количество мессий, собственно лжемессий, появилось в первой половине первого века нашей эры. Они стали бичом как и для местных правителей, Феликса в данном случае, так и для самих израильтян, потому что им все это аукивалось и откликивалось потом. Но важно нам отметить, что ожидания были самые, что ни на есть мессианские. Вот как описывает это Иосиф Флавий в иудейских древностях и потом в иудейской войне. Итак, деяния убийц преисполнили весь город ужасом, имеется ввиду Иерусалим. Тем временем разные проходимцы и обманщики старались побудить народ последовать за ними в пустыню, где обещали ему явить всякие чудеса и необыкновенные вещи, которые будто бы должны случиться по желанию предвечного. Многие поверили этому и жестоко поплатились за свое безумие, потому что Феликс возвращал их обратно и наказывал. Около того же времени в Иерусалим явился некий египтянин, выдававший себя за пророка. Он уговорил простой народ отправиться вместе с ним к Леонской горе, отстоявшей от города на расстоянии пяти стадий. И тут он обещал легковерным иудеям показать, как по его мановению падут иерусалимские стены, так что по его словам они будто бы свободно пройдут в город. Когда Феликс узнал об этом, он приказал войскам вооружиться. Затем он во главе большого конного и пешего отряда выступил из Иерусалима и нагрянул на приверженцев египтянина. При этом он умертвил 400 человек, а 200 захватил живем. Между тем египтянину удалось сбежать из битвы и исчезнуть. Впрочем, разбойники вновь стали побуждать народ к войне против римлян. Говорят, что не следует повиноваться, при этом они грабили и сжигали деревни тех, кто не примыкал к ним. Речь тут не об Иисусе, хотя у Флавия есть упоминание об Иисусе, но не здесь. Он говорит о неком египтянине. Обратите внимание на эту парадигму. Точно так же он входит в Иерусалим, обещает чудеса, знамения, падение стен. По образцу того, когда народ израильский входил в землю обетованную, падали стены ерехонские. А надо сказать, что народ не был доволен своими правителями духовными в то время. Поэтому это была тема, на которой легко было спекулировать. И более того, он их ведет к Елеонской горе или к Масличной горе. То есть, очень похоже на тот сюжет, который мы читаем у Матфея или у Луки или у Марка. Они все об этом пишут, о триумфальном вхождении Иисуса в Иерусалим. И идея состоит в том, что это было время катаклизмов. Время очень турбулентное. Недовольство народа достигало своего апофеоза. Они не были довольны ни правлением римлян, ни своими духовными наставниками. Происходили многочисленные разделения. Среди фарисеев различное количество сект. Саддукеи, зелоты, эсеи, которые тоже разделялись на несколько направлений. Как сегодня бы сказали, отделенные и суперотделенные. Еще более злым бичом, пишет Флавий в иудейской войне 2, втором разделе, еще более злым бичом для иудеев был лжепророк из Египта. В иудеев прибыл какой-то обманщик, который выдал себя за пророка и действительно прослыл за небесного посланника. Надо понимать, что когда мы говорим пророка, пророк был помазанником, царь был помазанником и мессия по определению был помазанником. Потому легитимно можно было назвать пророка Машуах или мессия или помазанный, потому что его действительно помазывали на служение. Послыл за небесного посланника, он собрал вокруг себя около 30 тысяч заблужденных, выступил с ними из пустыни на так называемую Илеонскую гору, откуда он намеривался насильно вторгнуться в Иерусалим, овладеть римским гарнизонами, властвовать над народом с помощью драбантов, окружавших его. Феликс, однако, предупредил осуществление этого плана, выступив на встрече ему во главе римских тяжеловооруженных, весь народ также принял участие в обороне. Дело дошло до сражения, египтянин бежал, только с немногими своими приближенными, большая же часть его приверженцев пала или взята была в плен, остатки рассеялись и каждый старался укрыться в свою родину. Согласно Матфею, Иисус начинает свое триумфальное вхождение именно с того, что называется вифагию, скорее всего, на иврите бейтфаги, поэтому исполнение пророчества, говорит уже в первом части рассказа, там, где речь идет об ослице и о сленке. Почему ослица и о сленке? Согласно распоряжению раввинов того времени или общепринятому положению, нельзя было продавать или передавать о сленка без матери. То же самое, кстати, касалось и теленка. Пишется, продающий ослицу продал и о сленка, продающий корову не продал теленка, потому что корова может быть продана для молока, а ослица нет. Иными словами, ты можешь продать корову без теленка, потому что ты корова для молока, а вот когда речь идет о ослице, нет. Поэтому ослица не продается для молока, поэтому ослица всегда идет с о сленком, о сленок всегда идет с ослицей. В свете вот этой мишны о сленок не мог быть взят отдельно от нее. И хотя на иврите хамор или осел это мужского рода, оно может использоваться для обозначения ослица именно по той причине, что с ней берется еще и о сленок. Хотя на иврите, конечно, это другое слово. Слово должно было бы быть отон. То есть он должен был прийти на ослице, не на коне, а он должен был прийти на ослице или на осле, и это был образец скромности. Мы постоянно видим эту дихотомию, или вот это как бы самоунижение, скромность для того, чтобы там быть возвышенным, для того, чтобы там быть возвышенным. Раввины говорят, он привязывает к виноградной лосе осленка своего и к лозе винограда сына ослицы своей, когда придет тот, о ком сказано, вот царь твой придет к тебе праведник и спасенный он, беден он на осле и на осленке сыне ослиц, моет в вине одежду свою. Ну, там же в книге Бытие 49 глава. Царь Шабур в трактате Сан-Идрин говорит, как это? Мессия придет на осле, я пошлю ему лошадей из тех, что есть у меня, и ответил ему, Шмуэль, ну, разве у тебя найдется стоцветная лошадь? То есть, намек на то, что такую лошадь, которая полагается Мессии, у тебя все равно нету стоцветная, необыкновенная лошадь. Поэтому слава Мессии именно в том, что он может уничижаться. Интересный факт, что они подкладывают свои одежды. Мы всегда находим и в писаниях, и в устной традиции, что подкладывание одежды является символом уважения, символом триумфального въезда. Например, Елькут Шимони рассказывает о том, как короновали Моисея на то время, когда он скрывался от фараона. И сказали, давайте воцарим над нами царя, и будем осаждать город, пока он не пойдет в руки наши. И каждый снял одежды свои, и постелили их на земле, так что и строилось возвышение из одежд их, и сел Моисей поверх их. И стали трубить в руки, и восклицать, да здравствует царь, да здравствует царь. И поклялся весь народ, дайте ему вжел на женщину и феоплянку, ну и так далее. Но суть состоит в том, что одной из высших степеней уважения было подкладывать свои одежды. Подобно этому и пальмам, и ветками, которыми встречали Мессию, тоже являются символом уважения, но не только. Здесь я хочу сделать небольшое отступление, которое поможет нам понять, почему вообще такое могло происходить. Значит, праздник Иудейский Пасха. Иисус ходит в Иерусалим на Пасху, потому что в известном степени, мы прекрасно понимаем, что здесь должно реализоваться пророчество из еврейского пасхального круга, или зверского круга праздников вокруг года. Значит, мы знаем, что на праздник Пасху ягненок берется в дом, на протяжении нескольких дней его проверяют, что в нем нет порока, потом, это 10 день месяца Ниссан, потом через 4 дня его приносят, 14 день месяца Ниссан, приносят его в жертву, когда обнаруживают, что он без порока, помазывают кровью его косяки дверей, и таким образом Господь Бог спасал народ свой во времена пасхального праздника. Здесь Иисус по аналогии с этим точно так же входит в соответствующий день в Иерусалим, и на протяжении последних четырех дней, когда он будет учить в храме, фарисеи, книжники, саддуке задают ему огромное количество вопросов, они как бы проверяют его на порочность, есть ли в нем какой-то недостаток или нет, и после того, как они убедились, что в нем никакого недостатка нет, он отдается на заклание за народ Израиля, в этом есть глубокий символизм, но я хочу сказать несколько другое, это, правда, как предыстория, и обратите внимание, что они выносят пальмовые ветки, пальмовые ветки, и они кричат «Асана», который на иврите обозначает «Ошиа», «Ошиа», «Спаси», «Ешуа», «Ешуа» – это спасение, «Ешуа» или «Иисус» – это спаситель, еще раз, «Ошиа» – это спаси, «Ешуа» – это спасение, «Ешуа», то есть что значит «Иисус»? Обозначает спаситель, и они ему кричат «Ошиа», «На», «На» обозначает «Спаси нас», ну, пожалуйста, мы молим тебя, то есть крики «Спаси нас», И при этом они машут пальмовыми ветками, которые, с одной стороны, это почтение. Вот мы читаем в первой книге Маковейской, и взошел в нее в 23 день второго месяца 171 года с словословиями, пальмовыми ветвями, с гуслями, кимвалами, цитрами, псалмами и песнями. И во второй Маковейской то же самое, но остались разницей. Они провели веселье 8 дней, и праздник Кущей, вспоминая, как незадолго пред тем временем они проводили праздник Кущей, подобно зверям в горах и пещерах, поэтому они жезлами и обитым плющом, и светущими ветвями и пальмами возносили хвалебные песни. Но это во время праздника Кущей. Во время праздника Кущей принято до сегодняшнего дня размахивать пальмами и ветвями, это часть ритуала. А здесь на дворе праздник Пасхи. Поэтому, несмотря на то, что они говорили, что вот пророк, но помазанный пророк, они встречали его как мессию. Почему как мессию? Мы вспомним, что происходило на горе Преображения, когда его ученики, увидев Илью и Моисея, которые говорят, как нам хорошо здесь, давай сделаем три Кущи. Потому что Кущи были символом праздника Кущей. И согласно пророку Захарии 14 главе, во время Тысячелетнего Царства надо строить Кущи. Здесь у нас аналогичная ситуация. Евреи ожидают мессию, который вот-вот должен прийти. Можно спорить о том, какого мессию они ожидают. Можно говорить о том, какие функции они его наделяют. Однако один факт, непреложный, они встречают его как мессию, потому что они кричат ему «Ощи-а-на» или «Ассанна» и «Спаси нас». И встречают его с пальмами и ветвями. Иными словами, они ожидают, что наступает Царство Небесное или Царство Господнее. Это одно и то же. Или Царство Божие. И они ожидают наступления этого Царства здесь, на земле. Медраж на Таилим говорит следующее. «О, Господи, спаси! Ощи-а-на» – «Ассанна». Жители Иерусалима говорят, встречая Избавителя внутри города. «О, Господи, спаси!» «Адонай, ощи-а-на» – это часть сегодняшнего литургического цикла. Жители Иудеи говорят вне города. «О, Господи, спаспешествуй!» Жители Иерусалима говорят, внутри голода благословен грядущий во имя Господне. «Баруха ба бешэм Адонай». Жители Иудеи говорят, благословляем вас из дома Господня. Жители Иерусалима говорят внутри города. «Бог, Господь и осиял нас» и так далее, и так далее, и тому подобное. Таким образом, все детали картины, о которых говорит Матфей, и которые созвучны тому, что мы читаем, и в Марка, и у Луки, говорят о начале подготовки коронации царя. Они ожидают входа в город царя Мессии. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул стол им и новщиков, и сками и продающих голубей, и говорил им написано, «Дом мой молитвы налечется, а вы сделали его вертепом разбойников». Мы говорили с вами уже об этом, что это значило вообще в Иерусалимском храме. Ну, может быть, напомнить будет не лень, это важно. В трактате «Псахим», как сами фарисеи или как Рави описывают случай, когда, что за люди вообще служили в храме, они говорят следующее. Четырьмя воплями возопило по дворе храма. Первый. «Выйдите отсюда, дети Эли», оскверняющий храм. Второй. «Выйди отсюда из Сахар, из деревни Баркай, что уважает себя и не уважает небеса». Что он делал? Он делал храмовую работу в шелковых перчатках, из брезгливости. Третий вопль. «Откройтесь ворота, и войдет Ишмаэль бен Фибай служить храмовую службу». Он получил назначение на священство от Агриппы, купив, пользуясь поддержкой влиятельных друзей. И четвертый. «Откройтесь ворота, и войдет Йоханнен бен Надвай, ученик Пинкая, и набьет брюхо святынями небес. Ибо говорили о нем, что он съедает за одну трапезу 300 тельцов и выпивает 300 бочонков вина». Вот это было отношение самих раввинов к тому, что происходило в это время в храме. Я хочу напомнить, что раввины, они как бы все-таки были передовой отряд рабочего духовного класса того времени, поскольку власть имущими в духовном смысле являлись все-таки саддукеи или большая их часть. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. «И подошли к нему слепые и хромые в храме, и он исцелил их. А первосвященники и книжники, увидев дивные дела, которые он совершил, и детей, восприцающих в храме Асанна сына Давидову, вознегодовали и сказали ему, «Слышишь ты, что они говорят?» Иисус ответил им, «Да, разве вы не читали из уст младенцев и грудных детей? Ты устроил себе хвалу». Может быть, одно маленькое замечание. По мнению многих раввинов, слепой, поскольку он не может видеть жертву, которую он приносит, он не должен приходить в храм трижды год, и он был освобожден от храмовых жертв. А по мнению раби Иуды, слепые даже вообще не имели права входить в храмовый двор. Написано, нечистый, недостоин входить на храмовый двор, как написано, «И туда приходи, приносите туда, приходите или приносите туда, ничего нечистого не может войти в этот двор». Поэтому раби Иуда говорит, слепой не может войти в этот двор. Поэтому внимание, которое уделяет Иисус вообще храмовой службе, оно становится не просто местом жертвоприношения, но местом исцеления. Дети могли находиться в храме, если они уже способны были выполнять соответствующие заповеди, по крайней мере, с 12-летнего возраста. Мы читаем в Тасефте, отрок способный сотрясать люлавом, это растение, которое сотрясается на праздник кущей. Отрок способный облачиться в талит с кистями. Талит – это молитвенное покрывало, в которое одевались все евреи того времени. Он облачается в талит с кистями. Способный говорить, отец учит его молитве шма и торе, то есть молитве «слушай, Израиль, Господь Бог, наш Господь един и есть» и святому языку, то есть евриту. То есть дети, которые могут все эти вещи делать, они могут уже находиться в храме. А иначе лучше бы ему не рождаться, если ребенок не может делать то, что он должен делать. Если сын не должен то, что он должен делать. Если он не должен делать или не делает то, что должен делать еврей, то как бы никакого смысла в их рождении нет. Возмущение фарисеев понятно. Иисус принимает почести от малых детей, которые еще не способны принимать решения в отношении царства. Ну, утром возвращаюсь в город, он ощутил голод, увидев при дороге одинокую смоковницу, подошел к ней и ничего не нашел на ней, кроме одних только листьев. И говорит ей, да не будет от тебя плода вовек. Трудно, на самом деле, сказать. Есть противоречивые толкования этого места. Ну, может быть, из трактата Ирувин что-то. Хотя не уверен. Ну, кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее. Притчи 27-18 комментируется таким образом, как смоковница все время, пока стережет человек ее, он находит на ней плоды, так и Тора. Все время, пока человек занимается ею, она приносит ему плоды. То есть, образ смоковницы, которая не приносит плоды, или на которой засыхает плоды, и это образ Торы, которой человек не занимается. Иными словами, если человек не занимается Торой, она сама по себе существует в этом мире, это благо, но никакой пользы от нее человеку нет. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари.